здравствуйте дорогие друзья дорогие наши слушатели и зрители в эфире сан гейтс радио и сегодня у нас очередная программа с ясновидящей экстрасенсом гадалкой предсказательницы во всех смыслах этого слова еленой порецкой здравствуйте елена привет майкл ой привет владимир привет чикаго да здравствуйте елена тема нашей сегодняшней программы то о чем мы хотели сегодня поговорить это рождение детей причем не просто рождение а то каким образом душа ребенка приходит сюда каким образом на каком этапе на каком может быть сроки беременности это происходит и как правильно вести себя родителям для того чтобы они приводили в этот мир светлые души которые бы приносили радость ими давали бы пользу всем нам всем окружающим всему человечеству но у меня вот первый вопрос к елене на этот счет есть разные точки зрения и по-разному говорят когда приходит душа ребенка вот через какой срок после начала беременности называют эту душу кто-то говорит душа кто-то говорит импульсное кольцо кто-то еще из какие-то термины вот на ваш взгляд когда все-таки душа вселяется в тело ребенка при беременности ну во первых душа вселяется практически сразу но опять же не комплексная вся сущность вошла а только часть да и соответственно изначально душа развивается около ну крутится можно так назвать около родителей то есть и по большей мере вот насколько я изучила вопрос да вот этот по большей мере в основе своей идет по женщинам то есть как бы женщины притягивает по большей мере тех или иных сущностей хотя бывает и по роду отца да но опять же если взять в америке есть такие мормоны да и у вас там ну как бы может мужчина иметь много жен и просто я тоже работал с некоторыми людьми и я заметил такую вещь что мужчина может быть допустим от разных женщин иметь разные позиции детей то есть от кого-то только одни девочки от какой-то только мальчик и девочка то есть это опять же еще раз подтверждает что прежде всего это идет от пажи пажен по женскому роду идет формирование человеческой сути да то есть притягивание души мужчина как бы может дополнительно при притягивать ту или иную душу только если допустим будет как это сказать ну то есть если это будет в какой-то момент времени его мысль что ли необходимость его но это не может быть опять же не один ребенок а второй или третий то есть первый ребенок обычно притягивается через женщину получается да как правило в любом случае в любом случае и первый второй даже это идет от женщины все-таки притяжка через ее рот через ее сознание а уже остальные может как бы формировать и мужчина вот но бывает исключение из правил там где мужчина как бы доминирует не как самец и быдло да как вот именно строитель своего рода там может быть другая позиция как бы понятно а как в отношении пола ребенка фута что связано с полом это тоже притягивает женщина обычно или тут есть какие-то другие вариации правильно у меня там что-то упало в основе своей в основе своей притягивает пол опять же идет по роду женщины то есть как ни странно мужчина получается это вообще если взять матриархальное положение вещей то изначально все таки женщина управляли тем или иным процессом да но потом все поменялось как бы и сейчас у нас все идет по роду отца как бы мы все имеем отчество ведь если взять основу то вынашивает ребенка женщина и женщина его питает своей кровью восстанавливает и как бы ну и сами знаете процесс родов вот как не притянуть допустим плохое или хорошее если ребенок нежелаемый то в какой-то степени соответственно он не будет ну как бы родственным по взаимоотношениям с родителями и родители могут его не воспринимать это кстати касается и взять животных домой то же самое то есть все должно быть желаемым но при этом даже желаемого ребенка все-таки надо воспитывать до чтобы это было не вражеская сущность которая потом по моменту воспитания станет таковой а именно дружеской да понятно а вот у меня вопрос связанный ну такой острые злободневные то о чем сейчас говорится в многих странах ведутся дискуссии где-то это дело запрещается где-то нет ну понятно речь идет об абортах вот если мы говорим об этом всегда ли в любом случае это ответственность является негативной кармой как она распределяется между мужчиной и женщиной это первая часть вопроса и второе как это влияет на душу которая приходит правда ли это что она будет стремиться вновь и вновь потом опять прийти к этим же родителям в следующей беременности или нет но вообще-то бывает как вообще происходит процесс зарождения у кого-то изначально вот девочка родилась допустим у нее уже заложено что вот у нее там будет столько-то детей но по мере ее взросления и развития она формирует в себе вот допустим тех и те или иные позиции по развитию по притягиванию тех или иных сущностей да как бы ну кто в каком ключе развивается давай тогда вот если говорить об абортах но если ребенок нежелаемый то рожать его я считаю это глупо во первых опять же притягивается пустая сущность которую родители изначально не желал случайно зарожденная она может быть им и негативные обратив внимание многие страны имеют постоянную рождам есть очень колоссальную и смысл от этого гениальных людей не так уж много все очень достаточно среднеэстетические а вот по сути люди живут в никуда то есть и если даже посмотреть на сегодняшнее состояние вещей что многие молодые как бы не знают нету некуда стремиться как бы все потеряно все все в сознании не заложено родителями ничего кроме как учиться там не заколишь институт работа дети семья но это все понимаешь ничего духовного я сейчас не беру религии да не дается детям и в итоге цивилизация по сути идет в никуда если взять позицию абортов я считаю что тело женщины прежде всего это тело женщины и сама женщина вправе решать делать и аборт или нет но в совокупности с мужчиной который естественно зачал ребенка если взять на сегодняшнее положение вещей вот это и посмотреть как развита у нас мужчины и женщины обратите внимание очень многие мужчины считают что во всем виновата женщина если она забеременела она дур виновата не предохранялась это хотя извините конечно сперматозоид у нас носят мужчина не женщина и тут вообще очень странно как же она тогда забеременела если она сама не предохранялась то есть ответственность мужчина сбрасывает себя по полной и это и опять же говорит о том что общество патриархально и позволяет мужчинам больше чем положено а вот изначально взять тоже составляющую что очень многие женщины сами поднимают детей мужчина просто как третий ребенок или четвертый в семье ведет себя очень многие избалованы хотя сейчас очень многие молодые кстати наоборот адекватно себя ведут и действительно хорошие семьи все нормально вот в зачатии ребенка виноваты или можно сказать ну как бы да виноваты оба родителя то есть мужчины и женщины я считаю что ответственность должна быть и на одном и на втором как в рождении ребенка также как и в аборте и ответственность кармическую несут оба родителя состоялись ли они как родители или сделали аборт вот но я считаю что прежде всего нужно думать не о том что зачался ребенок и вот его абортировали а здоровье женщины потому что женщина если она здорово она может родить еще детей и если у нее духовное здоровье оптимально нормальная психологическая то она тогда родит здоровых психологические детей а если женщина будет рожать детей беспочвенно как это в некоторых семьях делают и по сути что от этого в плюс будет понимаешь но вы разделяете точку зрения да о том что кармическая ответственность полностью ложится не только на женщину но и на мужчину если был сделан аборт я считаю что оба виноваты если так говорить и я считаю что если вот сейчас молодежь очень сильно бывает вот молодые вот эти сексуальные отношения очень рано пускают школы я считаю что пока душа не созрела все-таки до знать одно но извините обучать этому как в некоторых школах запада делают это просто я считаю абсурд то есть сначала должна душа созреть уже все остальные но в том мере должно быть все совокупности то есть все должно быть дозировано понимаешь поэтому в какой-то момент времени если государство должно разделять ответственность за рождение детей за аборты за все как между двумя родителями то есть два родителя только могут решать но опять же у нас как больше водится всегда решает женщина но прежде всего я считаю должна решать женщина потому что она вынашивает она свое здоровье на это тратит и прямо скажем как говорят что беременность красит она не красит потому что теряется зубы теряется сосуды то есть не теряется а портится да и после каждой беременности у каждой женщины хоть какой-то косяк но есть поэтому прежде всего должна решать женщина хочет она или нет и мужчина не может иметь право все таки патриархально на уровне законов как у нас даже пытается это просунуть запретить аборт я считаю что это нормально сделать аборт если ребенка прежде всего надо рожать куда-то осознанно желаемого для ребенка должно быть место понимаешь это же очень важно а так куда его если у женщины нет возможности или у мужчины женщины да вот у вас кстати есть хороший очень система усыновления то есть если допустим забеременела молодая женщина и ей некуда дети ребенка то она может найти родителей и они усыновят этого ребенка по моему такая система у вас есть в америке я точно не знаю но раньше я читал просто проект зато в россии начали применять так называемые baby bucks насколько я знаю когда можно у нас нет этих baby bucks у нас их уже запретили у нас их уже запретили потому что я не буду говорить про нашу госдуму мне сейчас нет настроения тем говорить абсолютно я понял я понял хорошо а что происходит с душой ребенка вот которого абортировали после аборта каков ее путь и наносится ли какой-то серьезный вред духовный или это просто часть пути развития этой души и как бы этот вариант был в так сказать в будущем и под душа сама об этом может быть даже знала когда воплощалась к этим родителям и тогда это просто ее уже карма ее путь который должна она пережить как вот с этим частично это карма да то есть опять же абортированная сущность она как тебе сказать испытывает какие-то такие мучения да но это опять же на астральном уровне мы их не можем заметить да вот частично душа такая зависает опять же почему если допустим женщина хотела оставить ребенка и на позднем сроке сделал аборт то душа этого ребенка будет зависать рядом и как бы опять же и кармические мужчине которые допустим повлиял на этот аборт ну как говорят бог не дает детей да может судьба не дать больше детей потому что он вот как-то распорядился не так как оба хотели до семья все-таки должно оба решать вот сущность какое-то время зависает она может потом перейти к детям той женщины которая допустим не родила да но бывает прямо скажем случайные залета да и как пустые души я бы так назвала то есть это не обязательно даже люди такие вот обрати внимание бывает чек чем-то наполнен да я не говорю сейчас про предметные знания а бывает чек пустой вот и смотришь а он пустой то есть это просто пустое тело у которого происходят какие-то биологические процессы и он не осознан абсолютно это может быть в прошлой жизни не знаю кошка или собака которая заскочила тело человека потому что вот так получилось да потому что случайно совокуплялись в лесу да и вот случайно там я не знаю кто-то в кого-то энергетически произошло вот это слияние пазлы и душа животного соскочила и получилась пустая сущность которая достаточно ограниченными мировосприятия таких тоже полно и все-таки я считаю что аборты важны потому что земля и так переполнена и прежде всего важно осознанно подходить к рождению детей в любой стране абсолютно потому что иначе если человечество само не начнет регулировать в каждой стране гармоничностью не не как это сказать не насилием да опять же а именно гармоничностью психологического развития психосоматического и всякого другого да и предметного финансового то соответственно будет переполнение и природа как таковая она не любит лишнего до соответственно будут происходить какие-то катаклизмы где большое количество людей просто будет погибать понятно вот ты сейчас коснулась вот это вот до момента в отношении того что заскочила душа животного при каких-то определенных условиях может быть мы чуть отклонимся темы на я суде хочу спросить вот о чем я слышал такую информацию что вообще порядка 70 процентов ну это просто информация которая знаю со стороны так или нет вот я хочу мы и обсудили порядка семидесяти процентов людей после того как они ушли земного плана затем воплощаются людьми около 30 процентов животными понятно если они соответственно образом вели себя и такова их карма и уже оставшиеся там считанные проценты это уже вообще как бы растения вот они воплощаются таким образом что там если какие-то комментарии можешь ли ты что-то сказать на этот счет правдивая ли эта информация ну в принципе правдиво я тоже так считаю что нет понятия как в природоведении живое и неживое и камни живые и деревья живые кстати и растения просто уровень их цикла жизненного другой чем допустим человека вот и все и как бы их мучения одни и людские мучения другие то есть как бы все это присутствует и кто чё заслужил тут рождается баобабом или человеком да как высоцкий пел ну ну про высоцкого это кстати отдельная история я слышал опять слышал есть информация о том что с ним на канале было было определенной учителей с того мира из из духовного мира и поэтому большинство песен которые он писал и в которых есть определенный смысл они были продиктованы свыше хотя все это завалированное зашифровано в частности вот эта же песня о перерождениях о которой мы упомянули вот такая с точки зрения возможно но я считаю что высоцкий достаточно одаренный очень человека это как бы голос народа наверное вот так надо назвать и какой-то степени все мы берем свыше информацию да как бы энергетически у каждого есть какой-то там либо сам человек астрально больше чем он есть в сознании он сам проводник себя да там и берет какую-то информацию из общего поля либо какие-то знания открывается которые никому не ведомые он их выдает но высоцкого была информация вот как бы он был я я считаю что высоцкий а куджава и поэты того времени шестидесятники да я считаю что они как бы скорее всего как элемент оттепели советского союза то есть это такая вот интеллигентная оттепель я бы так назвала то есть понятно я сейчас хочу все таки еще раз вернуться к нашей основной теме и спросить вот о чем я видел людей видел людей видел семейную пару у которых было несколько детей но в то же время между рождением детей до рождения детей было множество я не знаю сколько но были аборты и эти люди очень не сожалели искренне раскаивались были очень огорчены тем что так случилось особенно женщина нелегкая была у них жизнь там это все в селе происходило ну они всеми вещами вот этими за террическими интересовались и все время спрашивали о том каким образом они могут как-то исправить эту ситуацию понятно что это уже случилось но тем не менее так вот если какие-то техники практики техники я не знаю раскаяния какие-то практики духовные которые помогали бы вот эту карму связанную с абортами снять с мужчин и женщин и если они сами к этому стремятся и осознанно этого очень хотят но прежде всего техника проста если на момент зачатия ребенка у них не было возможности содержать этого ребенка то есть дать ему основополагающие понятия там и финансовые всякие да предметные то ну так сложилось или было плохое здоровье у женщины или еще что то есть если была причина по какой они сделали аборт и она весома то никакого чувства вины тут не должно быть чувство вины возникает от того что человек во первых это положено законодательно да в религиях что грех типа делать аборт это первое это сразу накладывает отпечатка вины особенно женщин да и чувство вины получается из-за того что ребенка все-таки хотелось бы но не получилось и вот это чувство вины что вот хотелось но не получил сам тоже присутствует потом она перерастает в чувство вины что как же так это бы сейчас был ребенок там и так далее но на данном моменте женщина или девушка делающий аборт допустим если у нее нет возможно содержать ребенка если нет возможности вылезти с этим ребенком на какой-то уровень подняться да она же не будет сядет все что себя утопить но как это вот человек родит ребенка и этим он себя утопит смысл тогда от этого рождения то есть здесь все таки нужно прежде всего соблюдать свои позиции если у них не было возможности если была причина почему они это сделали значит никакого чувства вины тут не должно быть просто нужно осознать эти принципы почему они сделали аборт прежде всего и как только осознается принцип что это была необходимость даже то то сразу чувство вины уйдет потому что ну всех детей не родишь извини но давай так яйцеклеток сколько у женщины сколько сперматозоев у мужчин никакой планеты земля не хватит если каждый будет рожать сколько позволено то есть ты не сторонник этой теории о том что это тоже кстати если многих религиях о том что сколько бог дает детей столько нужно их рожать никаких контрацептивов никаких абортов а по поводу финансовых моментов ну вот разбор дал ребенка то он даст и на ребенка есть такая это если желаемый ребенок если желаемый ребенок если кармически он удобен все так сложилось как пазлы у женщины и не было возможности сделать аборт вот если все безвыборно произошло вот она родила тогда у нее также приходит и на ребенка потому что он вошел в ту логику где на него уже есть место есть финансы но допустим не на данный момент а через какое-то время вдруг у женщины открывается дорога если для женщины этот ребенок развитие если для женщины или для семьи до если для женщины или мужчины и ребенок это не развитие а камень на шее то это только не даст развитие это наоборот даст моменты проблем и такие семьи могут даже разойтись себя рассуждал таким путем у меня бы сейчас было уже может быть даже пятеро детей я буду многодетной мамаши они бы мне все сидели ту руку-другу на голове Блин, слава богу, у меня только двое, и их еще надо поднять до конца, чтобы у них все было нормально. Ты понимаешь, это же не просто процесс, 18 лет ребенку исполнилось под зад коленом и до свидания. Ведь каждого ребенка родитель сопровождает по жизни. Конечно, в Америке может быть по-другому, но все равно какие-то взаимоотношения, какие-то сопереживания, какие-то участия в жизни ребенка родитель несет пожизненно. Почему и нужно подходить к этому осознанно? Почему и нужно всегда думать, как ведет себя ребенок в магазине и как он относится к самим родителям? То есть это очень важный принцип. Принцип воспитания детей на самом деле сейчас в мире, я считаю, это одно из основных, как это назвать, предметов должно быть в школе. Потому что дети, воспитывая себя уже по педагогическим принципам, уже будут понимать, как они будут воспитывать своих детей. И уже не будет каких-то нарушений у них самих. У нас же получается, что если посмотреть, что в России, что у вас тоже, в школах даются определенные знания. Но выходят оттуда дети, только взрослые. И когда эти дети заводят своих детей, они начинают вести себя со своими детьми так же, как вели себя их родители. Ну, по сути-то. Откуда брать еще? Если раньше, допустим, был переход от родителей к детям всякого научного, ну, не научного, а знаний, допустим. Там дети постарше помогали растить младших, и все это закреплялось. Да, как у нас сейчас это происходит? Родители работают, дети в школе или с нянями, да, и чего? Кто воспитывает поколение двухтысячных сейчас? Кто? Объясни мне. Все, что угодно, все, что угодно. Родители приходят, высунув язык после работы, им бы вообще чего-то там перекусить и на боковую, им еще надо уроки вот у нас, да, делать в России. Причем знания, которые абсолютно не укладываются ни в какую голову, потому что они бессмысленны. По большей мере они так сейчас подаются, что ребенок не понимает, для чего ему столько всего в голове. Это не предметные знания, это как в Гарри Поттере. Если взять одну книгу, где там стали давать знания, без умения защищаться реально, да, то есть вот тут тот же самый принцип, то есть здесь даются знания, которые не пристегнуты к реальности. Смысл человеку изучать астрономию там или что-то, если он вообще туда и не смотрит, то есть нету принципа практики. Должна быть практика, если человек будет изучать, как варить борщ на теории, он никогда не научится. Вот то же самое с предметами другими в школе, то есть. И опять же, родители все-таки, я считаю, должны больше говорить с детьми. Реже всего должен быть разговор, что в школе, что среди родителей и детей современных, это мало присутствует. Только поел, попил там, сделала ли ты уроки, сходила ли ты туда, купила ли ты это. А когда ребенка что-то беспокоит, он куда бежит? Либо он замыкает в себе, либо бежит в интернет, находит себе подобных, либо суицид, либо он находит друзей, которые его всегда поймут. Но хорошие ли это друзья или плохие, зависит опять же от того, насколько он отрицает своих родителей. Вот и все. Понятно. У меня последний вопрос, связанный вот с нашей темой, в отношении близнецов и двойняшек. Что это за души? Действительно ли это какие-то очень между собой связанные родственные души? Или есть такое мнение, это одна душа, которая разделилась по каким-то причинам на две? Вот что из себя представляют близнецы и двойняшки? Я тоже смотрела, изучала эту тему. Иногда бывает, что одна душа как бы на два тела. Здесь идет какая-то кармическая отработка самой сущности в двух телах, то есть по отношению к самой себе же. Возможно, это как наказание даже, я так думаю, я глубоко пока в это не углублялась. Бывает, что две сущности просто близки друг к другу, и они рождаются близнецами или двойняшками. Либо, наоборот, это враги. То есть существуют кармические враги, кармические друзья. И, соответственно, вдвойняшек, кстати, так же, как и в сестер и братьев, они могут входить в той или иной семье. И бывает момент, ну, прямо скажем, если взять послевоенные годы, рождалось тоже много детей же, вот особенно на советском пространстве, да и у вас тоже там, да. Но на советском особо это прямо было видно. И вот у меня был случай, мама рассказывала, что у соседей родились два близнеца, ну, абсолютно разные. Нет, два двойняшки, абсолютно разные. Вот один черный, другой белый, и они, говорят, так страшно дрались все время, то есть их нельзя было вместе оставить. То есть это кармические враги, которые по жизни, чувствуя друг друга, они должны преодолеть эту ненависть и стать друзьями. Но в итоге-то, скорее всего, они будут врагами, это же понятно, да, потому что им никто не дает понимания, как им дальше себя вести. И сколько им не говорит, что надо любить друг друга, они будут все больше друг друга ненавидеть, потому что они не понимают причины этой ненависти. Вот, бывает, что сущность, вот когда, если сущность в близнецах одна, то есть одна на два тела, то такие люди очень чувствуют друг друга абсолютно, да, то есть, и опять же, если один уходит, одна часть души, да, то вторая потом все-таки может тоже за ним уйти. Но обычно это не происходит, там они в очень коротком промежутке времени, потом действительно вторая душа очень быстро уходит, если не сразу, то... Это еще, знаешь, от чего бывает, это бывает, когда сущность, допустим, в прошлой жизни была очень одинокой, допустим, да, и настолько одинокий был человек, что у него вот произошел, как бы, под старость лет же идет у нас заброс того, чем мы будем в следующей жизни у каждого, да, и, соответственно, в промежуток прежней жизни была задумка, вот, хорошо бы был брат, сестра, там, близнец, там, и в итоге, как бы, такая сущность рождает. Может рождаться даже по своему же желанию, ну, как бы, в двух телах для отработки тех или иных принципов, которые ему не хватало в прошлой жизни, то есть, и вот здесь эти сущности, сущность в двух телах, она очень привязана друг к другу, как бы, и постоянно друг друга ощущает, то есть, это такие вот, не разлей вода, да, люди, и в итоге они даже друг за другом и умирают, то есть, это по большей мере так и бывает. То есть, это одна сущность просто разделена на два тела. Понятно. Наше время постепенно, передача, подошло к концу. Большое спасибо, Елена, за интересную информацию, на мой взгляд, связанную с детьми, с беременностью, со всеми вопросами, которых мы коснулись. Думаю, что нашим слушателям это пригодится. Большое спасибо еще раз и до новых встреч. Все, пока, пока, Володь, пока. Пока, счастливо. Чикаго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok